Да, всем привет! Действительно, меня зовут Михаил, я работаю в компании Badoo, и я хочу сегодня немного поговорить про машинное обучение с точки зрения построения в целом этого процесса, с точки зрения того, что в этом процессе можно автоматизировать. Не буду, постараюсь сегодня не вдаваться в какие-то глубокие технические дебри, в какой-то хардкор, в глубинное обучение и в какие-то очень сложные штуки. Буду говорить с позиции того, что можно сделать просто, быстро и, самое главное, автоматически. Расскажу сегодня вот о каких вещах. В принципе, какие есть подходы к тому, как можно собирать данные для машинного обучения, как, в принципе, эффективно построить конвейер из разных этапов машинного обучения, чтобы этот конвейер был эффективным, и, в принципе, возможно ли полностью автоматизировать процесс машинного обучения от начала и до конца, можно ли получать модели автоматически. Ну и также поговорим о том, как получившуюся модель оценивать, как ее мониторить, как ее деплоить в продакшн, что вообще с ней дальше делать. Для начала хочется сказать немножко о компании, в которой я работаю. Компания называется Badoo, еще раз. Если кто не знает, это такая большая социальная сеть знакомств. У нас зарегистрировано более чем 400 миллионов пользователей. Пользователи эти очень много у нас на сервисе общаются. Они отправляют 350 миллионов сообщений каждые сутки. Собственно, ежемесячно, простите, активных пользователей у нас более чем 60 миллионов. И над поддержанием всего вот этого замечательного сервиса, над поддержанием этого сервиса работают более чем 300 инженеров. И вот так вот выглядит наше предложение. Пользователи могут заходить, регистрировать свой профиль. Они могут видеть пользователей, которые находятся вокруг них. Могут играть в игру знакомства, свайпая влево или вправо, если им нравится или не нравится человек общаться в чате, если произошел матч между людьми и так далее. В общем, такое предложение для знакомств. Теперь немножко про само машинное обучение. Где вообще оно может помочь, вообще в какой угодно компании. И конкретно, где оно нам помогает и нашей компании. Первый, самый популярный сценарий использования машинного обучения – это предсказание тока. Все, весь бизнес, любая компания очень хочет знать, если вдруг пользователь от них хочет уйти, отказаться от пользования сервисом, в этот момент нужно компании срочно начать что-то делать, начать его как-то мотивировать, давать ему бесплатные плюшки, чтобы он на сервисе остался. Второй вариант – это прогнозирование оплаты. Компания, конечно же, всегда хочет знать, заплатит ли пользователь вообще за сервис. Если заплатит, то сколько, а если не заплатит, то, может быть, нужно попытаться показать ему рекламу, раз он все равно денег не приносит в сервис. Матчинг пользователей. Когда вы разрабатываете дейтинг, это очень важно, чтобы пользователя встречали в дейтинге тех, кто действительно может им понравиться, у кого возникнет какое-то взаимное притяжение. И пользователей нужно показывать именно тех, в первую очередь, которые наверняка с вами сматчатся. И еще одна очень богатая тема – это антиспам. Антиспам есть, наверное, в любой большой социальной сети, в любом большом проекте. Я большую часть своего времени как раз в компании Badoo занимался антиспамом. И в этой сфере, конечно, вообще без машинного обучения нельзя ни шагу вступить. Там моделей нужно строить огромное количество, все время их обучать, переобучать и так далее. И сегодня еще один пример – это предсказание клика по письмам. Многие компании проводят большие e-mail рассылки, e-mail маркетинг. Это один из крупнейших источников привлечения, возвращения старых пользователей к себе обратно на сервис. И, в общем-то, это очень важная задача – отправлять те письма, которые действительно пользователю нужны. Всегда можно отправлять людям миллион писем, заспамить их, никакого толка от этого не будет. Гораздо эффективнее отправить только те письма, которые пользователю наверняка будут полезны, наверняка он на них кликнет, перейдет на сервис, сделает какое-то действие, которое нам нужно и так далее. Вот такие письма нужно отправлять. И сегодня я буду рассказывать про процесс с точки зрения, на примере, точнее, вот этой конкретной модели. Мы будем стараться предсказать, будет ли пользователь кликать по письму. И если он не будет, то, собственно, письмо и не стоит отправлять. Как выглядит вообще процесс машинного обучения с высоты птичьего полета? Еще раз, первое, что происходит, это идея. А давайте мы будем предсказывать, вот, будет ли пользователь кликать по письмам. Нужно при этом примерно прикинуть, какие фичи, какие параметры мы будем подавать на вход этой модели. От чего вообще зависит, будет ли пользователь кликать по письмам. Может быть, от того, как он раньше кликал по письмам, или от того, какая у него, в принципе, активность на сайте, на сервисе. Доволен ли он тем, как он общается с другими пользователями. Много ли ему приходит входящих сообщений. Какая у него вообще статистика по лайкам и дизлайкам и так далее. Дальше, когда мы выбрали какие-то параметры, от которых теоретически может зависеть наш результат. Будет ли пользователь кликать по письму. Нам нужно эти фичи куда-то собрать. Из этих фичей нам нужно выбрать обучающую выборку. Как-то модель обучить. Когда мы ее обучили, нужно ее оценить. Хорошо, она предсказывает плохо, она предсказывает, имеет смысл ее использовать в продакшене, или, может быть, она сделает только хуже. Дальше, эту модель нужно как-то задеплоить, то есть подключить непосредственно к вашему коду, который отправляет письма. И дальше нужно мониторить, потому что без этого процесса вы не узнаете, если вдруг что-то пойдет не так, если что-то изменится в поведении пользователя, или ваша модель перестанет корректно работать, нужно обязательно ее поведение мониторить. И вопрос возникает сразу такой, а какую часть вот этого всего процесса можно было бы автоматизировать? По-хорошему, все, что идет после идеи, на самом деле можно хотя бы частично автоматизировать, сделать этот процесс очень простым, очень быстрым и практически автоматическим. Ну вот кроме идеи. Идею за вас никто не выберет, и фичи за вас тоже никто не выберет, никто не догадается, никакая машина, никакая автоматика о том, что, собственно, подавать на вход модели. И хочется еще рассказать про то, какой есть подход к тому, как собирать входные данные. Вот откуда их брать. Вот у вас есть сервис, вы хотите что-то предсказывать, где-то эти данные лежат, нужно их как-то собрать в обучающую выборку. Здесь есть два таких больших лагеря. Обычно в любой большой компании есть программисты, отдельные какие-то люди, есть дата-сайентисты. И у них обычно такое, можно сказать, небольшое противостояние. Каждый из них считает, что это именно они рок-звезды, а не другие. И что это именно они здесь делают. Самый главный бизнес-вэлью, самый главный продукт, самый главный импакт компании приносят, а не другие. Собственно, программисты работают с продакшн-базами данных, с MySQL, с Postgres, с Oracle, где-то хранят данные, так как им удобно. Данные они хранят сырые, собственно, те, которые нужны для работы сервиса. Они понимают смысл этих данных, они знают, что значит каждое поле, каждый флаг, зачем нужны все эти таблицы бесконечные, и понимают, как эти данные протекают из одного сервиса в другой. И в принципе они знают, как этот сервис работает. Они знают, как отправляются эти письма, сколько есть времени на то, чтобы собрать какие-то данные и начать делать какое-то предсказание. А с другой стороны, Data Scientist, они работают наоборот, с аналитическими базами данных, у них там данные совершенно другие, они каким-то образом туда попадают, они там агрегируются. Собственно, сырых данных, точно таких же, как в продакшене, у них, как правило, нет. Они при этом хорошо разбираются в особенностях машинного обучения, как правило, гораздо лучше по названию своей профессии, они разбираются лучше в машинном обучении, чем просто разработчики. Они умеют заниматься фичер-энжинирингом, то есть придумыванием новых фичей существующих. И в такой сложившейся ситуации, когда одни противопоставляются другим, у них совершенно разная, так скажем, область зрения и совершенно разные наборы данных происходят. Конечно, заниматься машинным обучением тяжело, гораздо эффективнее, если между программистами и датсайтистами полная любовь и взаимопонимание, если они могут друг другу помочь в понимании данных, в понимании того, как работает сервис, понимание того, какие данные будут важны и полезны для какой-то модели, это будет гораздо лучше. Собственно, как выглядит сбор данных, в ситуации, когда программисты и датсайтисты работают вместе, и когда нам нужно заниматься обучением модели, которая будет работать в реальном времени. То есть, как правило, если датсайтисты проводят какой-то эксперимент, строят какую-то модель, они делают это с помощью своих данных, которые у них есть где-то в аналитической базе данных, где-нибудь в экзосоле, в вертике у них хранятся эти данные, и они по ним строят модель, и, допустим, раз в день что-нибудь пересчитывают. У них запускается скрипт, он большой, обходит все эти огромные массивы данных во всей этой аналитической базе данных, и для всех пользователей пересчитывает какой-нибудь скор, допустим, насколько вероятно пользователь уйдет из сервиса. Если нужно по какой-то причине часто, точнее, нужно делать предсказания именно в реальном времени, именно в тот момент, когда пользователь совершает какое-то действие, именно когда нам нужно отправить ему письмо, или именно тогда, когда он открывает приложение, нам нужно ему показать список других пользователей, или именно тогда, когда один пользователь пишет другому сообщение, нам нужно понять, насколько вероятно, что пользователь ответит тому, кто ему писал, в такой ситуации нужно делать предсказания именно в реальном времени. Чтобы этим заняться, мы начинаем собирать данные прямо в продакшене. То есть мы всю свою выборку для обучения собираем прямо в продакшене в реальном времени. И эта же точка сбора данных потом будет использоваться еще и для предсказаний. То есть мы в продакшене собираем два вида данных. Первое. Когда происходит какое-то событие, например, отправка имейла, мы собираем лог фичей, мы собираем те фичи в тот конкретный момент времени, когда был отправлен имейл, и когда пользователь, например, по нему кликнет, произошло событие, мы знаем теперь, что пользователь по нему действительно кликнул, мы собираем лог таргет переменных, чтобы мы потом могли одно с другим сджойнить и получить, собственно, обучающую выборку из данных, которые мы собрали в момент отправки имейла и единички или нолика, когда пользователь кликнул по имейлу или не кликнул, допустим, через сутки, может проставить нолик, все, пользователь не кликнул, его история закончилась. Из этих двух логов мы, собственно, обучаем модель, которая впоследствии должна быть затеплоена в продакшен. Готовая модель получает на вход те же самые данные, которые получали мы на этапе сбора, то есть это точка одна и та же, это очень важно, потому что часто бывает так, что люди собирают данные в какой-то один момент времени, а начинают делать предсказания в какой-то другой момент времени, например, неправильно собирать данные в тот момент, когда уже пользователь кликнул по письму. Его характеристики, его какая-то статистика могла значительно измениться за это время, особенно если вы оставляете для этого, допустим, сутки. Через сутки у пользователя вообще будет другое состояние, у него будет другое количество сообщений, другое количество лайков, другое количество других счетчиков, Поэтому очень важно, чтобы обучение модели происходило ровно на тех же данных, собранных в тот же самый момент времени, как и впоследствии эта же модель будет использоваться для предсказания. Момент времени должен быть обязательно один и тот же. Недостатки у этого подхода есть. Во-первых, от самих разработчиков требуется чуть больше компетенции, они должны чуть-чуть лучше расширить свой круг задач, расширить свое мировоззрение, чтобы начать немного разбираться в том, как правильно собираются данные для машинного обучения. Придется эти данные заранее агрегировать. Если вы работаете с аналитической базой данных, для вас ничего не стоит взять и посчитать для каждого юзера, сколько он получил входящих сообщений за последние 90 минут. В продакшене в реальном времени, когда вам нужно отвечать на запросы с клиента, вам нужно делать это быстро, и, как правило, у вас нет времени делать какие-то тяжелые SQL-агрегации, чтобы получить в каких-то окнах какие-то значения. Это очень долго. Поэтому данные нужно приагрегировать, куда-то их складывать. Мы, например, так и делаем. Мы большинство статистики пользователя приагрегируем какими-то такими двигающимися окнами, сколько пользователь сделал, каких действий за последние 90 минут, час, день, неделю, месяц и так далее. Кроме того, фичи нужно выбирать заранее. Когда вы собираете фичи в реальном времени, вам нужно придумать сразу, какие вы фичи будете собирать. Если вы через неделю потом придумали, ага, я забыл еще добавить вот такую фичу, к сожалению, придется начинать с этого момента, ждать, пока у вас соберется обучающая выборка. Если вы, конечно же, храните данные в аналитической базе данных, такой у вас проблемы не будет. Вы можете в любой момент собрать какие-то данные, конечно, если у вас есть сырой лог. Кроме того, данные нужны быстро в онлайне. Да, это еще раз я проговариваю, что нельзя просто взять в продакшене и сделать там 20 каких-то агрегирующих, сколько запросов долгих, это будет работать слишком долго, так делать нельзя. Нужно обеспечить, чтобы все фичи, которые вы собираете, были доступны онлайн. Плюсы при этом, конечно же, тоже есть. Модели получаются более надежные, более консистентные, потому что вы гарантированно подаете на вход те же самые данные, на которых модель обучалась. Нет никаких разночтений, нет никакого недопонимания между тем, какие данные лежат в продакшене, какие данные лежат у аналитиков, у дата-сайентистов в аналитической базе данных. Предсказания при этом можно делать в реальном времени, если, конечно, данные доступны в реальном времени, если их преагрегировать, как я сказал на предыдущем слайде. При этом вы можете выбирать и делать более качественные фичи, потому что разработчики, как никто другой, знают прекрасно, какие у них есть в принципе данные и чем они могут оперировать. Дата-сайентисты, с другой стороны, они далеко от продакшен-бас данных, они не знают, какие там лежат поля, что вообще собранного пользователя и так далее. Ну и при таком подходе больше возможностей, в принципе, для автоматизации всего этого процесса. Разработка. Как выглядит со стороны разработчика вот это вот решение задачи? Как строится конвейер, при котором машинное обучение происходит автоматически? В нашей компании мы внедряем систему, которая называется IML, она вот у нас внутри разрабатывается, как раз сейчас я примерно про нее и рассказываю. Automated Machine Learning – это система, которая знает про все модели, которые есть у нас в продакшене, про все версии этих моделей, если мы их переобучаем, у них появляются все новые и новые версии, про все фичи, которые участвуют в разных версиях этой модели, и про все характеристики качества, которые получились у нас в процессе обучения. Ну, собственно, теперь по порядку, по процессу пройдем, как происходит обучение модели. Первый этап – это сбор данных. Нужно выбрать и собрать куда-то какие-то данные, на основе которых мы будем делать предсказания. И здесь очень важно сказать, что эти данные всегда важнее алгоритма. То есть какие бы мы не брали самые прекрасные, самые модные, современные алгоритмы для машинного обучения, самые крутые библиотеки для деревьев решений, самые мощные нейронные сети бы ни строили, если мы подаем на вход плохие данные, у нас ничего не получится. Никакая модель не будет работать, никакой самый крутой data scientist, никакой Kaggle Grandmaster не сможет нам помочь обучить модель на плохих входных данных. С другой стороны, если мы подаем на вход данные очень хорошие, очень качественные, те, от которых действительно зависит наш таргет-переменная, то даже самая простая модель у самого новичка в Data Science, у человека, который только прошел дневной курс на Курсере, уже у него получится модель гораздо лучше, чем в предыдущем варианте. Самое главное — это подать правильные данные. И что мы заметили в процессе разработки разных моделей, это то, что практически все модели, в принципе, которые мы используем, они внутри себя имеют одно и то же ядро фичей. То есть те фичи, которые используются в моделях, они по большей части одинаковые. Конечно, у каждой модели есть какие-то свои специфические вещи, но в целом у нас есть ядро, в которое входит, понятное дело, пол, возраст, страна, континент пользователя, устройство, с которого он заходит, сколько он отправлял сообщений, голосов, сколько он посещал профиль, сколько его профиль посещали, сколько ему входящих сообщений, входящих голосов и так далее. Вся его активность у нас агрегируется, есть конкретные числа, сколько он сделал активности за всю жизнь, за день, за час, за месяц и так далее. Сколько он раскликал по письмам, кликал ли он по пушам, оплачивал ли он услуги. Вот эти вот простые данные, которые есть, наверное, в каждом приложении, очень важно из них собрать такое ядро, которое можно будет потом применять, чтобы получать приемлемые модели. Ну, да, еще подтверждение аккаунта. Если пользователь, по крайней мере в нашем сервисе, проходит фото верификацию, верификацию по телефону или какую-то другую верификацию по социальной сети, это тоже один из важнейших показателей. Он тоже включен в наше ядро. С помощью этого ядра мы строим большинство наших моделей. Есть какие-то фичи, которые, в общем-то, не очевидны. Я сказал, что каждая модель, помимо ядра, имеет свои какие-то очень конкретные фичи. Например, для модели, которая предсказывает, будет ли пользователь кликать по e-mail, мы обнаружили очень интересную вещь, что, например, e-mail-домен, который, казалось бы, должен хорошо влиять, должен быть хорошей фичой для такой модели, он оказался вообще неважным, он можно было выкидывать вообще, не зависит от того, будет ли пользователь кликать по письму, не зависит от того, на каком e-mail-домене находится, собственно, почтовый сервис. Но при этом самое большое влияние на эту модель, просто самая первая фича по важности, будет ли пользователь кликать по e-mail, этой фичой является время суток и день недели. То есть, казалось бы, очень простая вещь, посчитать, сколько сейчас времени, какой день в стране пользователя, в том месте, где он находится. И когда мы увидели, мы, конечно, были очень удивлены, что это такая простая штука, которая вообще не связана ни с e-mail, ни с чем, она по ней одной можно предсказывать, будет ли пользователь кликать по e-mail, это уже очень четкая зависимость дает. В Badoo, в принципе, более тысячи фичей входят в это ядро. С помощью них строятся все модели без исключения, они участвуют во всех моделях. Всего отдельные модели используют до 3000 входных фичей. Когда вы их один раз сделали, это уже очень легко. Вы берете и расставляете вызовы в коде, собираете одни и те же фичи, только используете разные значения таргет-переменных. И все наши фичи мы стараемся делать доступными онлайн, чтобы их сбор занимал, ну там, скажем, 100 миллисекунд или меньше, чтобы мы могли вовремя получить все данные, сделать предсказания и еще успеть ответить пользователю на бэкэнде. Для разработчика это выглядит вот так. Разработчик, когда объявляет модель в коде, он просто перечисляет список фичей, все эти фичи уже где-то описаны, объявлены, написан код, который собирает данные для них, а разработчик выбирает только отдельные фичи или группы фичей в коде, указывая их название. Фичи при этом размечены обязательно типами данных, потому что это очень важно для машинного обучения, для данных, которые мы там используем, какого именно типа эта штука, особенно если у вас какой-нибудь язык с динамической типизацией, с нестрогой типизацией, вы не узнаете, если сами не разметите, какого типа эти фичи, какого типа значения. Кроме того, очень важно заполнять в машинное обучение, в принципе, одна из больших проблем заполнять пустоты. Часто в данных нет, собственно, значений, есть нул, значения отсутствуют, и нужно с этим что-то делать. Никакая модель машинного обучения не умеет работать с отсутствующими данными. Их нужно чем-то заполнить. Собственно, системе очень удобно задавать и тип данных. Вот, например, в этом примере у нас есть две фичи. IP-country — это страна IP-адреса, с которого заходят пользователи. Facebook-friends — количество друзей у пользователя на привязанном аккаунте Facebook. Для IP-country тип задан int-категорикл. Это означает, что это, с одной стороны, число, это ID-шник нашей страны, но, с другой стороны, это не какая-то непрерывная величина, а конкретные категориальные значения. Опять же, отличить категориальные от непрерывных в машинном обучении очень важно. Также задано значение по умолчанию — default. Это значит, что если, допустим, страну IP не удалось определить, мы возьмем страну профиля. А для Facebook-friends, если не удалось определить количество друзей на Facebook или аккаунт Facebook не привязан, опять же, нужно чем-то это значение заполнить. Вот в данном случае берется среднее значение этого параметра в разрезе страны профиля, пола и возраста. Все эти данные, когда мы их взяли, объявили, собрали, они собираются в какую-то удобную базу данных, в нашем случае это Hive и Presta, чтобы мы могли потом делать к ней запросы, делать какую-то аналитику предварительную, выбирать за какие-то временные периоды собранные данные. Ну и, как правило, мы ждем, пока обучающая уборка достигнет нескольких миллионов строк, чтобы на ней уже можно было тренировать какие-то модели. Фичер инжиниринг тоже очень важный этап работы над моделью. Когда вы собрали какие-то изначальные данные, нужно, как правило, над ними придумать еще что-то, потому что это будет полезно посчитать какие-то дополнительные вещи. И тут по нашему опыту можно сказать, что простые алгоритмы для фичер инжиниринга, они всегда работают. Как правило, вы берете какие-то отношения, какие-то минимальные, максимальные значения, средние, последние значения. Что это значит? Вот у вас есть отдельный счетчик входящих сообщений, счетчик исходящих сообщений. Будет очень полезно для модели посчитать просто отношения этих счетчиков. В общем-то, можно считать отношения входящих-сходящих голосов, можно считать отношения даже сколько голосов в игре, лайк-дизлайк приводит к матчу, отношения для этого конкретного юзера, на сколько матчей приходится чат, какая средняя длина этого чата, какая средняя длина, в принципе, сколько времени пользователь проводит в приложении и время, когда был последний матч, сколько минут назад, когда он последний раз отправлял сообщения, когда он последний раз логинился на сервис, когда он последний раз кликал по пушу, когда он последний раз платил деньги, все эти фичи очень полезны, будут дополнительно для вашей модели. Ну и теперь самое интересное. Когда мы уже подготовили все эти данные, когда мы сделали большую часть работы, заранее на стороне еще разработчиков один раз, мы собрали фичи, разметили их, задали для них значение по умолчанию. В общем-то, это была самая сложная часть работы. Дальше, если эти данные были достаточно хороши, мы можем легко получить модель автоматически. Если взять самые-самые простые алгоритмы, знакомые каждому, которые гарантированно работают, какие-нибудь алгоритмы деревьев решений, вроде Random Forest и Gradient Boosted Decision Trees, огромное количество библиотек есть, огромное количество фреймворков поддерживают эти модели. и просто начать подбирать параметры этой модели так, чтобы она работала наиболее качественно, наиболее эффективно, то вам потребуется всего лишь какое-то количество железа. В нашем случае это буквально 2-3 сервера, достаточно крупных, 24 ядра процессорных. 2-3 сервера все равно будет дешевле, чем 10 дата-сайентистов, которые бедные будут вручную обучать эти модели, ждать. Не дай бог, они еще делают это у себя на ноутбуках. Будет это долго, грустно и дорого. Итого, если данные подготовить хорошо, если разметить их заранее, задать все необходимое и собрать их в нужный момент времени, дальше, собственно, ничего не требуется делать от человека, автоматика может легко подобрать параметры модели. На этот процесс называется grid search. Посмотреть, какая из предложенных моделей, которые уже доступны, перформит лучше, которая выдает лучшие результаты, и ее использовать. Как сказал Питер Новик, который в Google работал какое-то время главным сайентистом, у нас такие же алгоритмы, как и у всех остальных, просто у нас больше данных. Здесь можно перефразировать, что данных нужно не только много, но они еще должны быть лучше, чем у других. Для примера, возвращаясь к модели, которая предсказывает клики по e-mail. Мы взяли ядро фичей, мы взяли подробную статистику специально для этой модели по тому, как пользователь открывает письма, как он кликает по ним, сколько проходит времени между этим, как часто он это делает, на какие письма лучше реагирует, на какие хуже. Сделали простейший фичер инжиниринг, о котором я вот сейчас говорил. Одно на другое поделили, посчитали время последнего действия, среднее, максимальное и так далее. Потратили на подготовку всего этого 10-15 человек и часов, пара человек было задействовано в этом проекте, потратили 5 машинных часов одного сервера, и мы получили модель автоматически. Результат, например, как конкретно эта модель повлияла на бизнес-показатели. Мы сократили количество писем, которые мы отправляем на 60% за счет того, что мы просто не отправляли письма, которые вообще не приводят к никакому положительному результату, которые не приводят к тому, что пользователь возвращается на сервис, пользователь не кликает, не приходит и не начинает делать никакие действия. Эти письма были бесполезны, их нужно не отправлять. Теперь с помощью модели, полученной полностью автоматически, мы легко можем сделать такой анализ. Мы сэкономили на отправке писем несколько десятков тысяч долларов, потому что отправка писем стоит денег, и мы отправляем писем очень много, пользователей нас очень много, поэтому, конечно, это стоило затраченных усилий, чтобы такие суммы сэкономить. Мы стали меньше докучать нашим пользователям, потому что 60% пользователей просто страдали, они отправляли на папку спам, они мучились, они жаловались, что наш сервис очень плохой, потому что, естественно, им надоедало получать эти письма. Даже если ручное обучение по каким-то причинам, простите, автоматическое обучение по каким-то причинам не удалось, ну вот не сходятся эти модели, не может простейший алгоритм подобрать параметры модели, чтобы они были идеальными, всегда можно делать обучение вручную. У вас данные уже подготовлены, они уже в идеальном формате, в самом лучшем формате, который только можно придумать для дата-сайентиста, все данные размечены, он знает все о этих данных. Фичер инжиниринг для него тоже уже сделан заранее, ему остается только взять и пробовать своим экспертным взглядом тюнить какие-то модели, делать, может быть, комбинацию, ансамбль этих моделей, еще какие-то техники применять, более интересные, которые не может сделать автоматический алгоритм. И самое главное, что если до этого вы пробовали обучать модель автоматически, дата-сайентист уже знает, в какую сторону не надо идти, а в какую надо. Автоматическая модель уже ему говорит более-менее о том, какие фичи были более важны, о том, какие параметры, о том, какие модели попробовал автоматический алгоритм. Соответственно, дата-сайентисту будет гораздо легче. Дальше. Модель нужно оценивать, как я говорил. Нам нужно обязательно понимать, насколько хорошо она перформит. Можно это, конечно, делать техническими метриками, которые пользуются дата-сайентисты, но гораздо важнее и правильнее оценивать модель бизнес-метриками. Желательно заранее на входе задавать, что мы хотим получить от модели, какая у нас цель. Нам нужно подобрать в итоге порог, при котором модель устраивает нас по показателям ложноположительных, ложноотрицательных срабатываний. То есть нам на той же самой модели отправки писем, предсказания кликов по ним, нам важно, чтобы мы, конечно же, не отправляли лишние письма, но ни в коем случае не пропускали те письма, по которым пользователь кликнет. Соответственно, задавая порог, вы можете сделать две вещи. Первое. До обучения вы можете настроить grid search, вот этот процесс подбора параметров модели, так, чтобы он оптимизировал именно параметры именно так, чтобы удовлетворять вашим бизнес-критериям, которые вы задали. После обучения с помощью тех же бизнес-критериев вы оцениваете, как модель повлияет в принципе на бизнес-показатели. Ну вот, какие могут быть эти бизнес-критерии? Когда вы делаете модель оценки по модель предсказания кликов, вы говорите, я хочу выкинуть 25% e-mail, по которым модель предскажет, что кликов не будет, или 60%. И важно для этого задать второй показатель. А сколько процентов кликов мы при этом потеряем, потому что модель, конечно же, будет ошибаться, она не будет идеальной, и нам нужно задать заранее порог, при котором модель уже нас не устраивает. Если мы выкидываем 60% писем и теряем 60% кликов, или 100% кликов, все, эта модель нам не нужна. Другой пример из задач антиспама. То же самое. Сколько процентов хороших пользователей мы случайно забаним, если начнем банить 25% плохих пользователей, согласно предсказанию модели. Как правило, для каждой модели можно построить очень простой график, тоже полностью автоматически прогнать разные варианты и увидеть, как зависит количество ложноположительных срабатываний от количества ложноотрицательных срабатываний. И зная бизнес-критерий, которые мы задали заранее, мы можем найти такой порог срабатывания модели, при котором бизнес-показания, точнее цели наши выполняются. Кроме того, каждый алгоритм, практически любой алгоритм, который вы используете в машинном обучении, он так или иначе знает, какие фичи были важны в итоге после обучения модели и может вам дать эту информацию. Кроме того, ваша система, которая собирает эти фичи, может легко померить, сколько времени уходит на сбор этой информации, сколько времени и ресурсов мы тратим. Соответственно, если какая-то фича не важна и собирается очень долго, то нам нужно ее выкидывать. Если какая-то фича важна и собирается очень быстро, это хорошо. Ну а если какая-то фича важна и собирается долго, значит нужно это место оптимизировать, нужно дорабатывать и так далее. Еще одна проблема диплоя, которая у нас есть, это то, что модель тренируется в каком-то одном окружении. Например, мы используем Python и фреймворк Ascalern, или мы используем язык Scala, чтобы на Spark Machine Learning библиотеки на больших данных делать какое-то обучение. А в продакшене, например, у нас совершенно другое окружение, мы используем PHP, Golang, может быть какие-то другие сервисы, но это точно не Scala и не Python. Соответственно, что делать? Можно было бы каким-то образом вызывать код на Python, вызывать код на Scala, поднимать какие-то демоны. Это, как правило, требует дополнительной работы, это долго, поэтому выбрали немножко другой путь. Это портируемые и сервизуемые модели. То есть вы берете те данные, которые получил в итоге алгоритм обучения, в случае деревьев вы берете условия, вложенные друг в друга, сервизуете их каким-то образом в какой-то файл, в JSON, в случае с нейросетями вы складываете тоже количество слоев, коэффициенты перед каждым нейроном, вы все это складываете в какой-то сервизуемый понятный формат, и потом остается только повторить процесс предсказания в вашей среде, например, на PHP или на Golang. Как правило, сам процесс предсказания очень простой, его очень легко переимплементировать, в отличие от самого процесса обучения. Алгоритм обучения устроен сложно, а алгоритм предсказания по готовым коэффициентам и готовым данным, он, как правило, очень простой. Соответственно, минус очевидный в том, что требуется переносить все преобразования, которые вы делаете, все изменения данных в, собственно, то место, где вы будете делать предсказания. Если вы делаете какое-то уменьшение размерности, если вы делаете какой-то сложный скейлинг данных по какой-то причине, то все эти преобразования тоже приходится переносить. Это, конечно, тяжело, поэтому стараемся так не делать. После диплоя достаточно, просто уже имея вот эту вот построенную систему сбора фичей, понять, как модель перформит. Вы просто откладываете какое-то количество ваших событий и не используете модель для них, для 5% пользователей. Допустим, не используете модель по предсказанию кликов и отправляете им все равно письмо, и смотрите, как в итоге, что сделал пользователь, а что предсказала модель. Также по этим же данным можно делать автоматический мониторинг того, что модель все еще попадает в бизнес-критерии, и если она не попадает, надо с ней что-то делать дальше. Кроме того, весь процесс обучения, он легко повторяется, легко начинается заново с, может быть, другим набором фичей, с другим временным периодом, и переобучить, в смысле дообучить модель, заново построить ее в таком подходе, если она вдруг перформит плохо, будет очень просто. Например, вот в примеры, когда нужно регулярно, автоматически дообучать модель, создавать новые модели, это антиспам. Спамеры все время меняют свое поведение, они все время делают все по-другому, все по-новому, поэтому в задачах антиспама мы переобучаем модель чуть ли не ежедневно. Кроме того, часто приходится модели обучать заново в какие-то аномальные временные периоды. Все равно, если вы работаете на много стран, если ваш сервис запущен в нескольких странах, то, как правило, вам нужно учитывать, что в какой-то стране проходит какой-то праздник, в какой-то стране проходит чемпионат мира по футболу, где-то что-то проходит в этот момент, вы этого не избежите, поэтому модели приходится так или иначе часто переобучать заново. Так, уже время проходит, я буду побыстрее. Итого, обучение при таком подходе получается автоматическое, оно получается итеративное. Мы легко можем делать обучение повторно, можем создавать модели на новых данных, на новых временных интервалах. Мы можем делать быстрые и безболезненные эксперименты, нам не нужно тратить много человеческого времени, дорогого ресурса, можем потратить машинное время, чтобы быстро провести эксперимент, будет вообще работать такое предсказание или нет. Ну и небольшая мораль в том, что в продукте всегда есть, что улучшить с помощью машинного обучения. У нас применяются десятки моделей, которые делают наши функционал нашего сервиса гораздо лучше. При этом построив однажды такую модель, разработчикам не нужно глубоко разбираться в Data Science. Они не должны глубоко разбираться в алгоритмах, они будут просто строить фичи на тех данных, которые они уже знают, они разбираются в том, как эти данные хранятся и для чего они нужны, и все. Дальше происходит процесс обучения автоматический, который от них экспертизы не требуется. Ну и таким образом легко, достаточно получается конвейер, который просто конвертирует идеи в уже растущие бизнес-метрики с помощью машинного обучения. Спасибо. Спасибо.